Всем привет на канале AllDachman. Сегодня мы с вами продолжаем тему беженцев, мигрантов, будь то из Украины, будь то из Туниса или Афганистана. И обсуждаем это у нас на канале. Две темы сегодня мне хотелось бы с вами рассмотреть. Первая тема это как ведут себя украинские беженки. Почему именно так? Потому что очень многие комментаторы пишут. Во-первых, у вас там не украинские беженцы, а украинские беженки. Это одиночки, то есть матери-одиночки. У многих по несколько детей. Некоторые до сих пор не могут разорваться между детьми и работой. Поэтому нечего говорить о том, что они не хотят работать. Они бы с удовольствием работали, но не могут, так как нужно ухаживать за детьми. И вторая тема про вот эту вот бецаль-карту, о которой я уже несколько раз говорил у себя на канале. И сейчас она у нас в Баварии, здесь в частности в регионе Регенсбурга, с 1 июля вступила в действие. У нас тут по региону находятся 1100 мигрантов. Вот этих вот политических беженцев из различных африканских и среднеазиатских стран. И для них была введена эта карта. А теперь давайте по порядку. По украинским беженкам, которые содержат детей, ведут домашнее хозяйство и, к сожалению, никак не могут устроиться на работу. Весь ТикТок пестрит маленькими вот этими коротышечками, в которых украинские беженки, находясь здесь в Германии, высказываются достаточно негативно о социальной системе Германии, о самих немцах, о стране. Я не буду здесь вам приводить вот этих вот примеров или вот этих их высказываний. Вы можете сами прекрасно посмотреть на ТикТоке вот эту вот ерунду, вот эту вот гадость, которую они изливают на ту страну, которая приняла их, бежавших от войны вместе с детьми или одиночек, неважно. Страна их приняла, страна дала им крышу над головой, страна дала им денежные пособия, причем сразу дала денежные пособия. Те, которые местное население, наши немцы, не всегда могут себе оформить. И вот одна из таких вот беженок идет по улице города какого-то здесь в Германии, а может быть уже в Голландии, и хает Германию на чем свет стоит, что, мол, немцы это сволочи, это паразиты, они тебе в лицо улыбаются, а за спиной о тебе всякое говно думают. Да это самая сраная страна в мире, да они вам, блин, никогда ничем не помогут, да вот заходишь в магазин, они на тебя смотрят как на чмо, да лучше девочки, вот она говорит, да лучше девочки ехать не в эту вонючую сраную Германию, а лучше ехать в Голландию, Голландии намного лучше, там и пособия тебе дают и не спрашивают, что, где еще ты зарабатываешь. Вот примерно вот так вот она и разговаривает. Я повторяюсь, я не собираюсь проводить именно вот это видео или какие-то другие в пример того, что вы и сами прекрасно знаете. Отрицать очевидное, отрицать действительность и говорить, что они все такие красавицы, они все такие хорошие, они все добрые, порядочные, нельзя. Среди порядочных половина, извините за выражение, отбросов, которые приехали сюда ради того, чтобы поживиться за счет других, скажем так. Так, можете кидать в меня камни, можете разбивать свой телевизор, мне от этого хуже не станет, поверьте. Правда, она всегда никому не нравится, какая бы она ни была, а она всегда почему-то горьковатая и противная на вкус, это правда. Ложью можно замастить глаза, ложью можно затуманить мозги человеку, а правда, она есть такая, какая она есть. Я не спорю, многие украинцы или украинки здесь живут и работают, многие, но большинство, как я говорил уже неоднократно, это свыше 600 тысяч здоровых, физически сильных украинцев и украинок бездетных, не хотят работать, отказываются идти на работу, потому что они до сих пор вроде бы не изучили этот язык. Есть очень много примеров этому, есть очень много примеров. И сюда бежали в основном те, кто мог бежать. Те, кто не смог убежать, остались в Украине. Кто не смог сбежать, это простые люди, у которых не было чемоданов с деньгами, которые они перевезли с собой сюда. Очень многих людей на границе между Чехией и Польшей и Германией ловили с чемоданами денег. Фокус онлайн писал о том, что в середине февраля 2022 года одна из украинок, предчувствуя то, что уже сейчас начнется там война, выехала на своей машине в сторону Германии. И на границе, по-моему, на венгерской границе ее остановила таможня и обнаружили у нее в багажнике машины сумку. В этой сумке 1,8 миллиона долларов. Хорошая сумма, как вам кажется, нет? Это деньги, нажитые непосильным трудом? Это деньги, которые она собирала кропотливо с самого детства, экономя на завтраках и на обедах в школе? Или она украла эти деньги, заплатила таможню украинскую и переехала через границу? Но другим таможникам она заплатить не смогла, потому что другие таможники, несколько иного понятия, несколько другого менталитета. Они не хотят брать взятки у воров, у бандитов, у хапуг. И сюда приехало очень много таких людей, которые какими-то левыми путями прятали эти деньги и переводили их на другие счета. Очень много из них действительно потом рванули в Голландию, в Норвегию, во Францию, в Италии. Очень много украинцев и украинок. Но, кстати, украинские беженки в Италии, все работают. Ну, я вот, как я помню, я вот со своей стороны могу это судить. Все, кого я их там встречал в Италии, они все работают. Им не дают сидеть без дела, им не дают просто так сидеть на пособии. Здоровый, сильный, вперед работать. Нет, мы тебя здесь не держим. Вот что говорят в Италии. А здесь, получается, в Германии, блин, вас пригласили, вам открыли двери для того, чтобы вы приехали сюда, спрятались от вот этой вот бойни, чтобы вы чувствовали себя более-менее людьми, вы начинаете плевать в лицо тем, кто вас сюда принял. Ну, то что ж, получается, неблагодарность или, вернее, такая с вашей стороны отдача? Многие живут здесь уже два с лишним года и не хотят работать только потому, что эти вонючие немцы, вонючая Германия, сраная страна, ну их нафиг, куда-нибудь в другое место поедем, будем дальше жить. Это, ребята, голая правда. Это голая правда. И не мне вам говорить, сколько, повторяюсь, сколько на ТикТоке вот таких вот видео, в которых украинские беженки и украинские беженцы, находясь здесь, в Германии, обсирают с ног до головы эту Германию. И единственное, что я могу сказать, в их защиту, они здесь, в Германии, не бегают с флагами нацистов или нацистскими флагами. Они здесь не зигуют, потому что здесь за это сумасшедшие штрафы. А тем более вот эти вот беженцы, если вдруг они попадутся где-то на улице, кто кому-то зиганет или покажет, как многие живущие в России говорят, что здесь украинские беженцы по улицам разгуливаются с фашистскими флагами. Если вдруг такое случится, этого человека просто-напросто выдворят отсюда. Естественно, это же не дадут, не придадут огласки через средства массовой информации, но этого человека отсюда выдворят, независимо от того, дети у него, не дети у него, его отсюда выдворят. Посмотрите у меня видео с прошлого года на канале лежит, я там рассказываю в том видео одного моего знакомого, как к нему сюда приехала мать из Жмеринки со своей племянницей, и как им здесь дали дом, хороший дом, полностью мобилированный, как им дали пособие, как ее сын вот этой племянницы высказывался вначале, а потом как они высказывались через полгода. Посмотрите вот это видео, оно на канале лежит, я найду ссылку на него, я подкину его в описании этого видео или в первом комментарии закреплю, чтобы вы знали, кто сюда приезжает и как они себя ведут. Ладно, оставим эту тему для праведного суда и перейдем к бецалькарте для беженцев из Африки, из Средней Азии. Несколько месяцев подряд у нас в региональных властях, в Бундестаге муссировались вот эти вот законопроекты по бецалькарте, по тому, как ее наполнять, какие у нее будут возможности, не будет ли это выглядеть дискриминацией прав человека для вот этих вот беженцев и так далее. Находились действительно политики, ну, из левых и из зеленых, которые говорили, что у нас в Германии расовая дискриминация, типа мы таким образом уничтожаем человеческое достоинство, выдавая людям не наличные, а бецалькарту. Вот даже такие высказывания были. Но в конечном итоге приняли этот законопроект, и сейчас у нас здесь в регионе стартовал вот этот пилотный проект абсолютно на всех вот этих беженцев, которые у нас здесь проживают, их 1100 человек, и у них у всех теперь бецалькарта. Значит, на эту карту им начисляется определенная сумма денег на месяц, и с этой картой они могут расплачиваться в магазинах, принимающих безналичную оплату по мастер-карте. Снять эти деньги, обналичить эту карту невозможно вообще, потому что она не привязана ни к одному банку, ни к какой организации, кроме социальной кассы. Если кончились деньги на этой карте, человек вынужден до конца месяца ждать и идти в социальную кассу, чтобы ему опять начислили эти деньги. Вы скажете, ой, это, блин, неудобно. А кому удобно? Кому удобно? Когда эти люди, получая социальную помощь, вот это вот, тут же отправляют ее своим вот этим контрабандистам, которые переправляют точно таких же беженцев сюда. Теперь они лишены этой возможности. Максимум, сколько они могут обналичить с этой карты для карманных денег, это 50 евро. Все. На покупку сигарет, там, на покупку гашиша или какой-то другой дряни. Максимально. Все остальное остается на этой карте. И обналичиванию не подлежит. То есть они уже привязаны к тому, что хочешь, не хочешь. Или ты будешь вести себя достойно и начнешь искать себе работу. Если у тебя есть право и разрешение на работу. Или же, пока весь срок вот этого вот статуса беженца не подойдет к концу, ты будешь сидеть на этой карте постоянно. Опять-таки, из региональных политиков, от свободных избирателей, Татьяна Швайгер выступила с тем, что не может вот это вот, такое введение этой карты ограничить нелегальную миграцию к нам в страну, в частности, в Баварию. Потому что, как некоторые политики в Бундестаге говорили, что благодаря этой карте мы сможем снизить поток нелегалов, текущих в Германию, потому что они идут сюда за деньгами. Она высказала сомнения по этому поводу. И сказала, что, может быть, в какой-то степени это и снизит вот этот вот огромный поток нелегальных беженцев, текущих сюда из всех стран, через третьи страны. А может быть, говорит, и нет. Потому что тут сложно сказать. Но год на то, чтобы эта карта себя оправдала, показала свои плюсы и минусы, у нас есть. То есть, запуск этого пилотного проекта сейчас будет длиться примерно один год. Потом уже политики будут и социальные службы будут смотреть, как оно себя показывает. И уже будут решать, принимать решения дальше. Что делать с этими вот беженцами или нелегалами. И действительно ли по статистике снизится поток вот этих вот нелегальных мигрантов из того же Афганистана, из Туниса, из Сирии, сюда в Германию, в частности в Баварию. Многие меня спрашивают, а какого фига у вас там делают мигранты из Туниса? Ведь в Тунисе нормальная экономическая обстановка и политика нормальная. Да, там в принципе нормальная страна и войны там нет. Но никто не запрещал людям передвигаться между странами. Если, к примеру, ты допустим, врач, архитектор, инженер, адвокат, физик-ядерщик. В этих вообще дорога открыта в любую страну. И ты ищешь себе более лучшее место для работы, более оплачиваемую работу. Ты свободно можешь переехать из одной страны в другую страну. Тебя никто не остановит. И многие вот эти вот граждане Туниса пользуются тем, что приезжают сюда вот примерно вот по таким вот статьям, по таким вот пунктам. кто-то как студент, кто-то еще как, допустим, как подмастерье какого-то дворника или там, не знаю, слесаря. А потом они, приехав сюда, тут же забывают о том, кем они ехали сюда и становятся просто нелегальными иммигрантами, прибывшими в Германию для того, чтобы получать сумасшедшие деньги. В переводе на их динары или что там у них в Тунисе, в переводе на их деньги, это действительно получается огромное состояние. И они, конечно же, шикуют здесь, гуляя с 14-15 айфонами по улицам, рассекая, блин, абсолютно в нулевых, в нулевых дорогущих кроссовках и чувствуют себя здесь вольготно, потому что, как сказала та украинская беженка, Германия гауно, гауно та Германия, не едьте сюда, а если едете, то гребите по полной программе, пока есть возможность. Ну вот они точно так же, как та беженка и как другие беженки и беженцы, гребут по полной программе, пока есть возможность. Но здесь, в Баварии, эту возможность им уже обрезали. Вот такие вот у меня на сегодня были дела, вернее новости. Не забудьте подписаться на этот канал, распространить видео дальше, чтобы больше людей знало правду, а не ту фигню, которую вам вливают в уши средства массовой информации. И да, просьба ко всем людям, которые приходят на канал и пишут мне комментарии, вернее, не пишут, а кричат в своих комментариях, нажав капслог. Во-первых, я прекрасно могу читать, даже маленькие буквы, кричать в этих комментариях не надо, нет необходимости. Если вы хотите, чтобы я вам приводил статьи и ссылки на ресурсы, с которых я беру эту информацию, то говорю сразу, этого я делать не намерен, потому что, как у меня было в последних моих видео, я говорил о министре внутренних дел Германии Нэнси Фезер, и ее заявлениях, и ее решениях, и предложениях для Бундестага, то что же мне получается, чтобы вам доказать, что я говорю правду, связываться или с ней, или с ее пресс-службой, и просить, чтобы люди это подтвердили, то, что сказала она, и то, что сказал я, переведя вам на русский язык. Я этого делать не собираюсь. Я вам говорю правду, если вы хотите, можете верить, не хотите, не верьте, это ваше личное право. И последнее, самое последнее, что я хотел сказать, забыл, забыл, ну, значит, не важно, вспомню, в другой раз скажу. Берегите себя, не болейте, всем удачи.